У меня всегда в работе очень зависит от подготовки самого художника. Мольберты, краски, палитры. Потом еще должно у вас рабочее быть место, то есть халат должен быть, чтобы спокойно вытирали руки, чтобы вас не сколок. Такую вот тему провожу сегодня. У меня такая есть заготовка, просто заготовка, понимаете? Их много. Я хочу просто провести среди вас, среди этого контингента, который присутствует на фестивале. Значит, тема, будем говорить, психологический арт, психологическое искусство. Слышали такую фразу? Не в характере. Характер есть внешний, а есть внутренний. А потом каждый имеет особенность свою. Вот посадили человека, да, его рисуете. Понимаете, а надо в человеке найти особенности его, именно в характере его движения. То есть, может, ее не надо сидячего рисовать, может, стоячего, может, лежачего. Хотя он будет сидеть перед вами. Понимаете? То есть найдете характер этого человека, а не просто будете фиксировать увиденное. Часто мы спокойно стараемся, вот, надо передать красоту и прочее, да, вот такое же, красивость, да. Но у меня есть фраза такая, если ты красоту рисуешь, да чтоб ты удивил зрителя и себя. Такую красоту, чтоб жить захотелось. Понимаете? Вот такую рисуй красоту. А просто красивенько, зачем ее рисовать? Просто вот передавать обычную такую красоту. Иди, ходи, лейбуй. Но это мое мнение, не подумайте. Я почему? Потому что художник должен всегда искренний. Потому что он думает одно, а рисует совсем другое. Чтобы у него было искреннее. Чтобы была в работах душа. Ну, может быть, у вас что-то сегодня произошло и прочее. То есть вы должны для себя выбрать какое-то событие, какой-то сюжет, может быть. Или, может быть, просто какое-то повествование. Ну, любое. Потому что здесь должны у вас затронуты передачи, именно я говорил то о характере, вот, состоянии. Потом в конце мы будем подводить итоги. Каждый должен потом продумать. Мы на степень и на уровень будем раскладывать вот это волнение, у кого что получилось. Понимаете? Поэтапно. То есть начинается всегда любое изображение художника. То есть надо правильно выбрать даже материал. Вот, например, материал еще бумага. Вот. Поверхность бумаги тут вот такая, например. Но я вот начинаю и показывать именно от даже, а вот этого беспокойства, да, более спокойное и буду более к драматичности. Показывать характер плоскости. Это очень важно. Вот у вас уже начало. И контур плоскости, и форма плоскости, понимаете? И пространство плоскости, это уже другое. Но важно, мы должны знать, что всегда начинает работать художник на плоскости. Монументалист на плоскости стены и прочее. Для художника плоскость, запомните, это всегда инструмент. Это инструмент. И мы должны владеть. И обратите, даже вот эти вот штучки, да, и то они не просто случайно, а это определенная задумка на поверхности. То есть можно, и надо использовать, я что веду, именно, чтобы у вас работала плоскость, поверхность работала. Работала на вашу работу, на вашу задумку. А не просто был материалом, на котором вы просто рисуете, и все. Обратите внимание, какие они здесь, Нартеички. Вот эти. Ох и красивые. Ритмично понятно. Они такие вот зубастые, да. Они, там будем волнение такое спокойное, а здесь уже волнение, уже понимаете. Более обостренное. Обостренное, да, обострение такое идет. Есть такое понятие контрасты. Вот эти вот пятна, вот, да, они могут где-то использованы у вас быть в работе. Могут даже не тронуты быть и прочее. Потом, с другой стороны, я вот такую вот взял тоже. Видите? Вот здесь я ставил какие-то цветовые пятна. Может, какой-то настрой цветовой у кого-то, решение взять за основу какое-то пятно цветовое отсюда и продолжать это его развиваться. Понимаете? Вот, вот здесь более такой контраст идет. Видите, конкретно, смотрите, контраст между, мы там показываем, резкий контраст, да. Уже какая-то есть динамика, может быть, да, и какая-то тревожность такая. То есть, есть беспокойство. Там вот спокойнее, а такое есть уже беспокойство. Видите? Да, вот видите, тоже вот эти куски тоже могут тоже помочь. И я пытался их, видите, разные делать по форме. Да, не просто. Да, тут, видите, они не геометричные. Тоже компоновать не просто так и наляпал, а тоже компоновать. Что можно будет использовать. Вот с другой стороны, вот здесь вот, по тренисетам, да. Вот здесь чуть спокойнее, видите, да. Контраст, да. Вот запомните, характер есть и состояние, да. Вот. Состояние важно передать. Но состояние может быть объекта, предмета. Или состояние самого автора. Уже другое. Понимаете? То есть, вы передаете свое состояние через нужный тот объект или предмет. И для этого вы будете каждый для себя выбирать плоскость, поверхность плоскости. Именно в характере. В каком характере вы будете решать свою работу. Продолжение следует... Продолжение следует... Пусть она один рисует, у него радость в работе, другая там какое-то волнение, тревожность. Главное, если в работе есть состояние, это хорошо, а если нет состояния, ты прекрасно, здорово, красивенько напишешь, аккуратненько, это чепуха все, вы понимаете, должно состояние быть. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Другая степень может быть человека. Вот такая быть, да? То есть, что его, например, тронуло, понимаете? Или зацепило. Это у меня уже переходит к степени волнения. Вот такое вот сильно. А захватило тебя, вот ржало захватило. А еще это захватило, да еще встряхнуло тебя. Там уже вообще. Понимаете? То есть, я считаю это к такой степени, как тревожность. Понимаете? Ну, более это к драматичности. Но все это надо уметь передать. Конец. Теперь мы каждый, значит, вот будем смотреть. Каждый должен охарактеризовать свою какой-то степень и работу. Потому что написано одно, нарисовано одно. А человек, может быть, задумает совсем по-другому. Смотрите, вот работа. Я назвал ее смутная радость в солнечный день. Видите, заходите, смотрите. Сделал я просто так. Бумаги не было, красок не было, кистей не было. Рисовал тряпкой пальцем. Ну и немножко еще шариковую ручку. Вот по поводу материала. То есть, можно использовать все. Есть там кусок чего-нибудь краски, бумажки. И вперед. Все является инструментом. Да, 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 да. Конечно. Для художника все. Сначала была графика. Я сделал графический такой рисунок. А потом стал насыщать его цветом. И искал вибрацию. Вибрацию цвета, чтобы все было прозрачным. Чтобы воздух проходил, чтобы свет был. Ну, вот, задачи будут такие. Найти вибрацию, найти ритм. И найти состояние. Вот. Состояние смутной радости. То есть, она не такая яркая, что просто, знаете, брызжет через край. А такая вот приглушенная радость. Я, например, да, в какой-то степени, по своих чувствах, я не согласен. Какое-то даже волнение, но оно мягкое волнение. Я вижу много вертикальных линий. И в центре даже оси вертикальные. То есть, стремление снизу вверх. Уравновешенность двух сторон, правых и левых числых. Хоть там и угол читается, угол это всегда, ну, напряжение. Но все же превалирует вертикально. Они успокаивают. Как дыхание, снизу вверх идет. Поэтому я вижу, что действительно, работу отнести можно к состоянию спокойное. Плюс накладывается радость. Так, кто на следующий сейчас будет? Тухлое яйцо. Вот это битое чашка. Это сломанные очки. Это разорванная роза. Вот просто после урока зоологии у меня такая... Живодерство появилось. Там рассказывала, этих едят, тех едят. Птиц этих. Есть, например, человек трагик. Есть по природе. Правильно? Он такой вот художник. Там, будем, человек. Он драматичный. Понимаете? И в этом хорошо. Потому что он другой. И я смотрю, вот даже там у него выставлено, видели, около речки работа была. Вот такая вот. Она другая. Отличалась от общего стиля. Там я взял в общем месте стиль. Один и тот же. А у него вот другая. Люди подходили, смотрели. Они ничего не могли понять. Но это все зависит от этого. У человека работает, что-то там или задевает, или цепляет. Это уже хорошо. Понимаете? Я приняла такой путь. Спокойствие через радость. Так как я занимаюсь оригами, и мы работаем с квадратами, для меня эта форма геометрическая тоже символ спокойствия. И я поняла, что вот мое солнце. И вот этот прямоугольник, который в центре, я тоже хотела показать, что он в квадрате. И я взяла синий цвет и отбила. Чтобы это все-таки не из прямоугольничка в этой форме читалось, а все-таки центром был квадрат. Вот это состояние покоя, которое у меня внутри. Это как ход. Дальше я смотрела цвет. Желтый свет. Дыхание света. Желтого лета, которое сейчас. Я его пыталась пропустить. Да? Вот в эти блоки. Далее я смотрела, как решить каждый формат. Чтобы она была, каждый формат, как отдельная картина. Но тоже несла в себе эта картиночка покой и радость. Через радость. Вот этот кусочек, который внизу, это асимметрия. Да? Он как-то съехал вниз. И у меня пошло тут буйство. Я думала, ну все, не справляюсь с задачей. А потом поняла, что вот это буйство и цвета, и формы, которые как бы вырываются, и не совсем-то покой. Вот в этом месте листа. Но почему это вылезло из меня? Потому что я хотела поддержать вот этот выпавший, видите, вниз и перетягивающий композиционно угол. И я запустила потом смело вот эту радость через красный. Пожалуйста, меня это возбуждает. И я написала, что это радость объединяющая. Вот эти все блоки. Моя задача по жизни, наверное, как личности. Вот все-таки радость объединять. Чтобы это был покой, как прямая моя дорога. Как бы красная часть перевешивает холодную, может быть. Потом я думаю, вот здесь фактуры пошли. Уже это как бы и рваность. А может быть, вот этот красный цвет, вот эту фактуру и рваность успокоит. Чтобы все-таки соответствовала работа заданию покой. Потом вот эти линии вверху появились как бы вот как шар. Объединить все-таки начальный держащийся центр. Кстати, видите, как изложила. Прекрасно. Вот это здорово. И меня даже так заинтрирует. А это вообще хорошо. Тут как будто элемент робости. Человек сразу целый, не воспринимает. А осваивает целый по кускам. Один кусок, другой. Вот так потихоньку осваивает мир. По маленьким участкам. Так вот подход существует, конечно. Но это показывает ваш характер. Так что работа выражает характер человека. Немножко робкий, очень осторожный. Который боится что-то испортить. Хочется связать все, равновесить. И в цвете, и в формах. Вот. Ну, давайте дальше перейдем, да? Что меня зацепило сегодня, так это слова про то, что ни рыба, ни мясо. Что такое, да? Что такое покой? И что покой – это ни рыба, ни мясо. Что говорится, что плох тот, не тот, кто холоден или горячий, а плох тот, кто тёпл, то есть тот, кто покоен. Это покойник, да? Ну, и я выбрал очень неспокойную, с одной стороны, заготовку, с такой фактурой. Но одновременно тут на ней наклеены и изображены пиктограммы. Ну, вот эти вот зонтики, рюмочки, буквы, которые, в общем-то, наиболее покойное изображение, которое можно представить. На такой форме это, собственно, противоречиво, потому что сам картон, он очень выразителен, вот, в связи со всеми его этими дырками и фактурой и прочим. Мне захотелось попытаться нарисовать другое, что-то тоже спокойное, да, но другое, вот, как сидит вот какой-нибудь там японский человек, мастер, да, и рисует облака тушью. Это всё мёртвое, вы понимаете? Вот это мёртвое всё, видишь, технически наделано, но неживое, и всё мёртвое. И он решил это, он оживит, понимаете, живое добавит. Вы понимаете? То есть взял, вот, например, и вот изображение, как это ты там сказал, что-то напоминает какое-то там дерево, там, стакан или что-то, и он как-то, понимаете, обогатил его, как художественно. То есть сделал, то есть он живее сделал это, вы понимаете, как? Вот, кстати, хорошо это послушать дизайнерам, которые изготавляют вот эти коробки и прочее, что они пустые, люди не заинтересуются, это даже рекламность какая-то. Это надо оживлять. А здесь он уже перешёл на образ. Уже от него как бы облако здесь пошло, понимаете, такое, в этой куче. Но главное, сама поверхность плоскости, да, она дала толчок ему для решения, да, всё. Пусть там, будем говорить, чисто формы там, где-то надо технически что-то доделать, переделать и так дальше. Ну, это такая техническая сторона, понимаете, это ремесло. Но вот сама мысль, задумка автора, она требуется. Почему? По-моему, это хорошо. Ну, из моих недавних переживаний, самое, всё-таки, мне кажется, мощное моё переживание было такое вообще физическое переживание восхода солнца. Я взошёл там вместе с солнцем как-то вот. И в данной истории сама фактура, она давала композицию. Мне не важно, вот, существуют ли эти дома, они существуют. В этом порядке они стоят построены, не в этом. Важно, ну, как бы, вот пробуждение красок вот, вот этой жизни, вот этой природы. Часто мы говорим, ой, какая красотища, какой восход и прочее. Понимаете, сфотографировал там кинокамер, фотоаппаратом, это всё, все видят, все чувствуют. А вот такой, вот я смотрю по выражению, человек аж он задыкается. Понимаете, вот смотришь на это, я говорю, вот даже фраза, правда, у меня есть быт, это моя фраза, а жить хочется, когда смотришь на это. Вот так вот я подхлестнула, понимаете, вот. То есть красота должна такая быть. И вот это вот, допустим, но он взял, как бы, будем говорить, само символическое, или как вот именно, как бы солнце. Но решение, конечно, солнца может тоже быть разным. Я вот как понял, вот здесь вот, то есть здесь вот именно солнце он передал, здесь вот, в этой архитектуре, то есть, ну, в этих дамах. Оно преломляется во всём абсолютно. Понимаете, всё было по краскам. Она такая вот, если обращать внимание, она порадует. Хотя поверхность, это здесь она уже даёт, потому что здесь, видите, контрасты какие. Понимаете? Даже вот цвет такой, 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 уже здесь вот даёт уже какое-то другое состояние. Студентом было, мы ездили на практику месяц. Вставали в пять часов утра и до вечера работали. Только надо было успеть поесть, и то мы на это, чтобы не теряли время. Ну, фанатики такие, понимаете? И помню случай такой был, и прибежал один студент, и говорит, ой, ребята, там такой закат. А это было на Дальнем Востоке. Хватили тюдники и прочее, все толпой и побежали. А там же река Мор, понимаете, кругом оттекает. Вот, и среди нас были там преподаватели, профессора такие были. И вот я знаю хорошо, один был профессор, он человек, но он, ну, как всегда, человек чем-то отделённый, или он умственно, чем-то физически отделённый. Он был чуть такой вот суталоватый, у него и прочее был, но сильно уже пожилой, с палочкой, он быстро не мог ходить, он тоже дрып-дрып свой тюдничек там, и за нами не успевал, а мы берём, забрались на эту сопку там, и закат, и работаем. Понимаете, пишем этот закат. Да, действительно, он был именно красивый. Красивый закат, и мы это пишем. А потом что-то невзначай, я помню хорошо, и может тоже, потом некоторые говорят, мы тоже это подметим. Я так смотрю, и вот этот наш профессор, художник, он сдал к закату, извините меня, задним местом вот так, и пишет совсем. Просто сопку, дерево там, там какое-то ещё, знаете, совсем. Вот, пишет. Но дело в том, что этот закат, вот как ты говоришь, он отражён в другом, понимаете, в другом. В этой сопке отражён, понимаете? Вот, в этих каких-то деревьях, вот эти вот как раз находятся. Потом я, потом со временем я только понял, до чего мы глупые. Вот здесь я просто увидела бумагу, опять же фактура меня как-то начала выводить на эту тему, и я поняла, что вот эти вот белые, такие волнистые и, в общем, беспокойные, очень беспокойные линии, которые сделал Анатолий, вот это какие-то равнины русские, снежные равнины, такая снежная пустыня, какая-то вот тут чуть ли не степь тундры, или что-то вот такое бесконечное, бескрайнее и холодное, и метущееся. И я как-то начала ощущать зиму, метель, снег, движение, и начала вот воспроизводить этот снег, и у меня появилось здесь окно. Там жильё, там свет, там родные думают о тебе, или вот, ну, ну, там самое нутро, самая сущность человеческая, любовь, собственно говоря. А вот рама этого окна – это крест. И потом у меня вот начали появляться эти окна, вот тут вот, три окна и кресты вот этих рам. И я поняла, что это крест, и стала рисовать крест. Провода, на них ласточки сидящие, опять же, вот эта степень, этот холод, тундра, и вот какое-то взаимодействие между этим окном. И вот эта страшная трагедия, где человек остался один, когда его забрали, репрессировали, это страшное одиночество и такая обнажённость перед судьбой, и холод, и вьюга, и вот при помощи фломастера чёрного как-то эту вьюгу ветер попытаться вот в движении таком изобразить. При помощи кисточки с чёрной краской, из белой, кстати говоря, вот просто эти свет, ну, такой вот ветер в движении пытаться изобразить, изобразить вот этими, ну, брызгающими такими линиями. Вот, и здесь вот пошли эти рельсы, превращающиеся в провода, которые уходят в небо, и ласточки, которые на проводах сидят, и вот эти птицы небесные. И вот, ну, это всё уходит в небо. Но мне не хотелось, чтобы это заканчивалось такой трагедией, потому что мне хотелось, чтобы всё-таки здесь какой-то свет небесный был. И вот этот вот, ну, я пыталась изобразить этот свет небесный. И ещё мне показалось, я вспомнила какое-то стихотворение, которое было, по-моему, 18 лет, что ли, написано, что метёт, метёт, который год, Господь оправдывает ход столетий, но не оправдывают дети, своих любимых стариков. То есть наша вина-то в том, что мы своих родителей, своих там бабушек и дедушек не оправдали за то, что было. А если бы мы оправдали, если бы мы... Ну, это необходимо. Ну, необходимо это внутри себя прожить ещё раз, и оправдать, и простить, и... Ну, вот тогда это поведёт к свету. Как бывает, вот песни, понимаете, они пусть голоса ничего, но от самого содержания этих песен и прочее они захватывают. Так и здесь вот художница рассказывала, понимаете, вот именно само содержание. Вот, ну, вот по поводу фактуры и прочее, я это отношусь как бы к форме выражения. Это именно форма. Как решить, понимаете? Вот фактура, она помогает форму решения, там, какие краски выбирать. Но я бы, не знаю, может быть, не совсем это контактно, и прочее, я бы заменил эту бумагу, знаете, на что вспомнил? На туалетную. Мне кажется, тут очень-очень хорошая работа с фактурой, вообще поразительная, насколько вот динамика вот эта, и фактура, заложенная изначально вот в этом листе, вот какая-то драматичность, и даже мультипликационная такая перспектива, и соединение вот всего, и действительно проводов, там, столбов, крестов, железных дорог, теней, людей. И, казалось бы, вообще работа там черно-белая почти, а тем не менее, здесь еще вот два невероятно сильных цвета, вот этот синий такой драматичный, вечерний, совершенно вот этот желтый, как бы дающий какой-то выход абсолютно в другое пространство, в свет какой-то, такую позолотую совершенно дописку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова